Добрый вечер, уважаемые телезрители! В прямом эфире программа «Наедине со всеми» и я, ее ведущий, Александр Катунцев. Сегодня мы продолжаем обсуждать главную политическую тему страны и с гостями нашей студии поговорим о ситуации на Евромайдане в Киеве, о способах и перспективах урегулирования политического кризиса в Украине. Сегодня в гостях у нас в студии член Полицовета Одесской областной организации политической партии «Удар» Виталия Кличко Сергей Гуцалюк и руководитель общественной приемной Одесской областной организации политической партии «Удар» Виталия Кличко Яна Титаренко. Добрый вечер, уважаемые гости! Но перед началом нашей беседы я хочу напомнить телезрителям, что мы традиционно проводим интерактивное голосование и сегодня хотелось бы узнать ваше мнение вот по какому вопросу. Что сегодня представляет наибольшую угрозу для Майдана? Как обычно, три варианта ответа. Если вы считаете, что погодные условия, звоните по телефону номер 728-01-70. Если же ваш ответ «Провокаторы и тетушки», в этом случае набирайте номер телефона 728-01-71. Если же вы считаете, что ставка власти на силу, тогда звоните по телефону номер 728-01-72. Кроме того, если у вас будут вопросы непосредственно к нашим гостям, звоните по телефону прямого эфира 728-72-07. Итак, Сергей, наверное, первый вопрос у меня к вам, потому что вы сегодня утром вернулись из Киева и были, как говорится, в центре событий. Как бы вы оценили состояние Майдана сегодня? Какая обстановка там царит? И что происходит на главной площади нашей страны? За последние часы, мы знаем, ситуация изменилась. Там сейчас разные факты возникают в интернете. Сейчас стало известно, что силовики оттягивают. Да, да. Но на момент, когда мы уезжали, ситуация была следующая. Дисциплина и порядок там фактически залезный. Люди саморганизировались прекрасным чином, без всяких непорозумений там их вообще немало. Налагоджена система безопасности. Налагоджена нейтрализация будь-яких провокаций. Пьяного побачить на Майдані неможливо. Хтось десь, якийсь подозриться, а людина просто виводиться під ручки и передается або милиции, або еще кому-то. За нашу одесский, як то кажуть, сектор, можу так сказать, я був дві ночи підряд фактично комендантом нашого одесского намету. Це великий армійський намет. Хто служив, знає, що це за намети. Він був встановлений в п'ятницю. В наметі відбувається реєстрація всіх одесситів і мешканців Одесскої області, які приїздять. Там вони отримують інформацію, де можна розміститися. Можуть погрітися, можуть перепечити. Там зроблені настили, застелені карематами, ковдрами. Кияни дуже сильно зносять це все діло. Ну, і ми з собою провели це все діло. Є пічка-буржуйка, є генератор запасний. Тобто все нормально. З харчуванням проблем зовсім нема, бо дуже багато харчів приносять кияни. Готуються прямо там на місці в казанах, в величезних казанах, різні страви такі гарячі. Шурпа, наприклад, ми уїжджали, шурпу нам, нас пригощали. Борщі такі варять, легенди вже ходять на всю Україну. Борщі, супи, плов варять, все інше. Зразу кажу, що мені дуже це сподобалось, половина Майдана – це україномовні люди, а половина – російськомовні. І ніхто не ругається. Мало того, чути польську мову, чути англійську мову, чути французьку мову. Ви знаєте, приїзди в Джигурда виступав. Хочу відмітити, Руслана наша, це просто там в неї енергії, як 10 ядерних реакторів. Ця людина, я просто, ну, я хотів з нею якось два слова подякувати, ну, і неможливо. Бо вона з самого пізнього вечора і до самого ранку, десь до шостої, до сьомої ранку, вона там з молоддю, вона там з усіма в неї енергії, ну, просто колосальна. Як вона все це підпитує і все інше. Що години співають гімн України, виступають священики, моляться за кращу долю нашого народу. Всі регіони представлені наметами. Від Ужгорода і до Луганська, до Донецька, все це є гармошки, кобзи, гітари, труби, все, що хочеш. Там дуже-дуже-дуже така атмосфера позитивна. Позитивна і немає ніяких таких от, якихось негативних ноток. Навіть приходять з того майдану провладного, так званого, люди, там в них проблеми, там їх не годують нормально. І вони там не по своєї волі, їх навіть не випускають. Тобто там відбувається таке, знаете, ну, фактично, якась така вот, дуже позитивна концентрация энергии. Велика родина. Велика родина. Там збирається, вночі може бути там до 3-4 тысяч, в день 10, 15, 20 тысяч. Вчора, звичайно, было. На выходные миллионды. Гораздо більше людей. Вот такая вот ситуация. У нас на самом-то деле есть видеокадры. Многие одесситы поддерживают митингующих на Евромайдане и тоже присоединились к ним. Есть небольшие видеофрагменты любительской съемки. Они, к сожалению, не самого лучшего качества, но тем не менее. Давайте посмотрим их, узнаем из первых уст, что там действительно происходит на Евромайдане. Затем вы их прокомментируете, потому что, я так понимаю, это обстановка и место вам знакомо. Давайте посмотрим. ПОДПИСКИЙСКИЙСКИЙСКИЙСКИЙСКИЙСКИХ заборона на выживание алкогольных напоев и много других вещей. То есть, безусловно, не работа и не отдыха, это высловление гражданской позиции. Я лучше атмосферу вообще в жизни, где не встречал, как на Майдане в 4-м году, на Майдане в 10-м году на податков и на сегодняшний день. Здесь люди все светлые, это так будет. Ну, вот эти кадры, которые мы сейчас видели, мы их чуть позже прокомментируем. Дело в том, что сейчас на связи со студией, у нас прямая связь телефонная с Киевом, как раз с Евромайданом. На связи Игорь Иванов, это член полицовета Одесской областной организации политической партии «Удар» Виталия Кличко. Игорь, добрый вечер, вы слышите нас? Добрый вечер, чую вас добрый. Очень хорошо. Расскажите, что сейчас происходит на Майдане, какая ситуация, какая обстановка? Смотрите, сейчас на Майдане люди спокойно, организованы, посилены кордоны. Почему посилены кордоны самообороны? Потому что у нас, деревки, это загони внутренних військов. С одной стороны, перекрита улица Хрещатик. С одной стороны, біля Сума, кордон милиции, два ряды автобусов и військовых вантаживок. И таких перед них внутренних військов, они стоят спиненою Гомеданом. Біля Униану, за стороны Европейской площади, еще один кордон подчинен, також два ряда техники. Ну, это не військовая техника в плане военного, а украсть, вулики, такие машины. Також перекрита улица Грушевского. В районе входа в стадьон Динамо також стоит подібный кордон. Я ходил, дивился, и еще те улицы, которые привыкают до улицы Хрещатик маленьких, також деякие из них перекриты. Но это было где-то с 5 минут назад, возможно, уже больше плотное. Что еще происходит? Також еще перекриты, чему-то перекрили станции метро. Найближче до Майдану, это театральная, это Хрещатик, Майдан Незалежности. Такое вражение, что будет лукада по штурмам, потому что я не знаю, что они заполнивали. То есть вы рассматриваете такую возможность тоже, да? В интернете появилась информация, что станции метро перекрыли, якобы была информация о заменировании. И опять же интернет пестрит информация, что сейчас на Майдан стянуты большие силы милиции, внутренних войск, других силовых подразделений. То есть это подтверждается, да? Я правильно понимаю? На раконах великой кількости, я не знаю, но кордоны подтверждаются. Они стягивают насквозь все. Тобто весь Майдан по периметру полнуются точити. И вот если я ходил, смотрел, выявлял кордоны, то когда еще в одну сторону была одна кількість, когда повернулся, кордоны уже были на других улицах. То есть спільшится, уплотняет, как и все, я бы так сказал. Да, понятно. А люди, которые, участники митинга, прибывают новые люди? Сейчас люди прибывают. Кроме того, все не идет, координация. Если терминово нужно подеспечить, чтобы помочь с приготовлением ежей, или просто поддерживать другим блокпостам, так же керуются все сцены. Люди прибывают. И тут заклики сцены запрошивать знакомых друзей, родителей, чтобы больше киски сюда было. И люди постички приходят и пребываются. Спасибо. Спасибо, Игорь. Мы желаем вам там удачи, успехов. И мы будем следить за развитием событий. Держим за вас. Да, возможно, еще с вами свяжемся, если у нас получится на протяжении эфира узнать последние новости с Майдана в Киеве. Ну, я хотел бы вернуться к тем кадрам, которые мы видели. И вот к словам Игоря, как вы прокомментировали бы эти слова, и кадры, которые мы видели с Евромайдана. Огромное количество людей на Евромайдане. Была вначале такая любительская панорамная съемка. Можно было увидеть действительно огромные массы людей. Как вы считаете, почему люди, действительно, со всей Украины, вы сказали, что там представлено от Пушгорода до Луганской области, в Палаточном городке, все регионы Украины. Почему едут на Майдан в Киев? Что ими движет? Вот я разговаривал с людьми, всем движет почуття несправедливости, яка за последние годы начала панувати, відверто така несправедливость, нахабство по отношению до людей, просто до людей, до громадян. Мы знаем приклады нищения бизнеса людей, знаем приклады нищения людской гидности, мы знаем приклады... А тотальное вранье. Это само собой. По Одессе вранье мы бачим... Каждый день, на каждом бигборде. Не дивлячись на то, что основный, главный, как-то говорят, брехун, зник в евро напрямку, до речи, кажут, десь там. Евро интегровался в индивидуальному порядку, да. Не дивлячись на это, это все лишается. Вы понимаете, есть такие метафизичные законы, которые не подвладны, какими-то там подписанными распоряджениями для силовиков, або какими-то там нарадами, значит, с банкротилих чиновников. Когда люди чувствуют такую несправедливость, и они хотят, чтобы эта несправедливость была усунута, рано или поздно это происходит. И сейчас это происходит. Мы являемся свидетелями подий, на жаль, трагичных подий. Мы знаем, что больше, чем тиждень тому, они пошли на то, чтобы пролить кровь и нищить наших детей, фактически, студентов, которые там стояли. Понимаете? То есть, в принципе... Возврата уже пройдена. То есть, люди уже не остановятся. Или даже, ну, люди туда идут по собственной воле, и обратного пути уже быть не могут. Раньше говорили, нам нельзя отступать за нами, Москва. А сейчас я говорю, нам нельзя отступать впереди, Москва. Поэтому неизвестно, что хуже. Для меня, например, осознать факт, что мы станем частью Российской империи, точнее, даже не частью, а... Путинской диктатурой. И не будем занимать место наравне, да, с нами никогда не будут считаться. Потому что Путин и вся его, скажем так, правящая элита никогда не рассматривали Украину как партнера равного. Поэтому мне бы не хотелось, чтобы мой народ, моя страна были страной третьего сорта для политики Путина. Я бы хотел вернуться к событиям на Майдане. Вы, Сергей, говорили, что там организована дисциплина. Все налажен быт, в принципе, он, конечно, условия спартанские, но, тем не менее, минимальный быт там налажен. Были ли случаи провокаций? Були, звичайно. Я був свідком цих двух провокаций. Это, вот, всем известно, говорили про это позаминулого ранку. Людина с посвящением, мне бытого, працівника внутренних органов и с пневматичным пистолетом была затримана охороной. Потом я спостерігав такую провокацию тетушки жіночого, как-то кажуть, жіночої статі. Это, взагалі, ноу-хау. Они уже там, я думаю... Підійшло декілька дівчат до цієї йолки, як кажуть, цієї новорічної. Почали здирати ці плакати там з такими вигуками, з нецензурними висловами. Зразу ж відреагували на це їх, взяли під руки, почали вводити. Одна дівчина говорила російською мовою, другу українською. Але вони провокували на якусь агресію, на якесь насильство. І для мене було однозначно зрозуміло, що це все фіксується кимось з боку. Що не дай Бог, щоб хтось вдарив, заспокоювали, вивели цих дівчат. Вони все робили вигляд, що ніби вони тут не при чому. Я взагалі був вражений такою цинічністю нинішньої влади. Вибрали гарних дівчат, таких фото-моделів, для того, щоб їх хтось вдарив або якось чимось образив. Це дуже великий гріх, вони на себе беруть. Я не знаю, як вони будуть його спокутувати. Скільки їхнім дітям, онукам придеться, як то кажуть, цю карму виправляти за ці всі справи. За цю кров і за цю всю несправедливість. Ян, питання у мене до вам. Наскільки мені відомо, в суботу, в цю минулую суботу, 7 декабря, ви теж пытались потрапити в Київ, підтримати учасників Євромайдана, але вам, к сожалению, этого не вдалося зробити. Те же самые провокатори, или как їх назвать, я не знаю, помешали. Кстати, известно, кто помешал. Установили личности этих людей? Нет, личности не установили, но я хочу вас немножко поправить. Нам никто не помешал. То есть вы все-таки поехали, попали. Мои ребята, я вам скажу, что нас не так просто остановить. И они поехали с таким, скажем так, были сначала расстроены, но люди поехали с таким настроем, надо было видеть эти горящие глаза. Поэтому у них ничего не получилось. Те, кто пытался попасть в Київ, те, кто хотел попасть в Київ, те попали. Ну, другое дело, что мы не попали тем способом, которым мы хотели. Да, у нас было два комфортных автобуса, вот именно те, которые разбили. Потому что некоторым удалось проехать. Мы свою миссию, скажем так, мы выполнили. Но не так, как хотелось. Яна, я прошу прощения, вынужден прервать вас. У нас есть вопрос от телезрителя. Давайте послушаем и продолжим дальше нашу беседу. Добрый вечер, мы слушаем вас. Добрый вечер, студия. Здравствуйте. Вы как раз только отвечали всем на мой вопрос. Вы можете прокомментировать вот это вот 90-е годы, которые вас закидали кирпичами? Это, пожалуйста, демократия? Или как это понять? И как это смотрит власть на это? Мне кажется, что здесь минус. То есть вы говорите о том случае, который вот как раз мы обсуждаем, произошел 7 декабря, да? Утром, рано, в субботу. Да, 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 когда вы езжали, да. А по телевизору, вот я, извиняюсь, смотрю по медиа-информам, там тоже есть такой, как у нас, на Едине Софей. То некоторые там скептики, вот такой одесситы, что там на Майдане собрались, ну, типа как сметье, понимаете? Это же некрасиво. Мне просто стыдно за одесситов, которые так говорят. Да, да, вопрос понятен. Спасибо. Ян, к вам вопрос. Значит, вопрос был в том, где демократия, да? Демократии у нас в стране нет как таковой. Это миф для нашего государства, к сожалению. То, что произошло, почему-то происходит именно с автобусами оппозиционеров, да? Регионы возят своих людей, и никто им не препятствует, ГАИ их не останавливает. Нам даже если удается проехать, то это каждый пост ГАИ наш. То есть, если можно с Одессы до Киева доехать за 5 часов, то мы доезжаем за 7-8, потому что перед каждым постом ГАИ мы должны отчитываться, куда мы едем, зачем мы едем и тому подобное. Как реагирует власть? Власть никак не реагирует, потому что она не заинтересована в том, чтобы найти виновных. И мне кажется, что она сама, в общем-то, непосредственный заказчик всех этих мероприятий. Вот это мое личное мнение. Стосовно скептиков різных, за эти три дня, что я там был, ну, это 2,5 дней, фактически, из наших одесситов, это известные граждане, например, Ирина Вихарстюк, известная, как один из самых активнейших таких экологических гражданских гражданцев. Вона, я помню, цю ситуацию с озером Сасик и все інше. Это Тарбонар, да? Это Тарбонар, да. Да, ну я тоже, ты тоже говоришь, воно ехали. Вона там была. Багато наших одесситов, митців, поетів, молодых, и не только. Ви бачили только, что в веке людина, это очень известный одессит наш, юморный дядько. И он там был. Мы разом сидели около той буржуйки, и грелися, и давали притулок нашим, всем, кто есть. Ну, конечно, я понимаю, есть информация у нас, что в вечере в 10-й године отправляется автобус, великий, на 40 лишних человек, из Одессы, из регионалов. Им платят по 500 гривен за добу, но в Умене пересадка иду, они до Умене доезжают, потом в иншем автобусе. Какие-то там, что они там, как-то говорят, путают следы, для чего, я не знаю, как этого делать. Но там, мы бачили, это их контрзахид, это Майдан, но там в самый лучший час, ну, может, там 3-4 тысячи людей будет. Я хочу кое-что добавить по поводу того, что говорят, что на Майдане собралась сметя, да, там люди низшего сорта, говорят, что там алкоголики, наркоманы, безработные. Мне очень жаль людей, которые так думают. Это бедные духом люди, потому что та атмосфера, которая царит в Киеве, и та атмосфера, которая царит вот в Одесском Майдане, надо иметь счастье находиться вот в этом коллективе с этими людьми. Ты чувствуешь себя как дома, люди тебя понимают, люди тебя поддерживают, люди четко знают, зачем они стоят. Вот мы подходили, когда была сессия горсовета, подходили к пикету, скажем так, сторонников, и люди опускают глаза, стоят, ругаются, перебирают ногами. Я говорю, зачем вы здесь? Нам сказали, ну вот мы не можем уйти, нас уволят с работы, дворник боится, что его уволят с работы. А кто же мести будет? Брдак будет мести? Идите на секундочку к нашему Майдану и спросите, чего ты тут стоишь? И каждый, кто там находится, скажет вам четко, конкретно, почему он там находится, что его сподвигло, на что он надеется, чего он боится. Там люди с конкретными идеями, с конкретными целями, с конкретными мотивациями. И я вам скажу, что я там нахожусь, сегодня вот был 15 или 16 день, я уже забыла. Это огромная, большая семья. Это не просто люди, которые пришли, потому что им нечего делать. Есть предприниматели, которые приходят и говорят, я на две недели закрыл свой бизнес и уехал в Киев. Поэтому назвать этих людей отбросами или как-то нет. Люди дают гроши на все эти справы. Мы вчера собрали 11 тысяч гривен за два часа. Приходят, у нас на Пушкинской 2 находится, скажем так, пункт, где мы собираем вещи. Туда не приносят хлам. Туда приносят новые вещи с бирочками, пледы, дуйки, обогреватели. И просят девочки, передайте мальчикам, они там мерзнут. У нас душа болит за то, что там девочки, да. Передайте им, пожалуйста, мы за них переживаем, мы ночами не спим, мы все это смотрим, стадируем интернет. Хочется каждый день слышать какую-то весточку оттуда, что все живы, здоровы. Поэтому я считаю, что вот тот, кто в это все не верит. Ну, знаете, есть еще такой принцип, не хочешь, не делай, да? Тебя же никто туда не тянет. Но не надо грязью поливать, если ты не знаешь. Если ты думаешь, что там находятся одни бомжи, приедь, посмотри. Я уверена, человек, который переступит и хотя бы сутки там побудет, он поменяет кардинально свое мнение. Кардинально. Да, кстати, это хороший способ убедиться лично. Да, приехать и посмотреть. Ну, я все-таки предлагаю вернуться к тем событиям, которые происходили в субботу, 7-го числа. Неприятным событиям, да, у нас есть видеосюжет на самом-то деле, как раз о том, как пытались сорвать эту поездку провокаторы. Давайте его посмотрим и продолжим обсуждение этой темы. Ежедневно в Одессе проходят Евромайданы возле памятника Дюку. Неравнодушные люди, пожилые, молодые, студенты, рабочие приходят поддержать своих соратников в столице. Кто чем может. Формируются пакеты с помощью, а также группы добровольцев, которые желают поехать и поддержать единомышленников. Мы организуем машины, которые везут теплые вещи, продукты, медикаменты для митингующих в Киев. И также желающие могут поехать. Одессит Евгений уже второй раз собирается ехать в Киев, высказать свою гражданскую позицию. Он был в столице, когда Беркут избивал студентов, которые потом укрылись в Михайловском соборе. Эти события парня только разозлили и наполнили решимостью. На Одесском Евромайдане он договорился с новыми знакомыми. И утром 7 декабря вместе с другими ребятами поехал в столицу на организованных неравнодушными людьми автобусах. Но не доехал. С первым препятствием повстречались уже возле автовокзала. Я сидел не в первых рядах, поэтому я видел только, что машина проехала повстречной белой Деогуанас. Подрезал нас, услышал удар. После этого увидел, что разбито лобовое стекло, разбито большим куском камня с дыркой. Одессит Константин сидел на переднем сидении одного из автобусов. Мужчина рассказывает, перед автобусом остановилась иномарка, из которой вышли двое и буквально закидали камнями автобус полный людей. Если я не ошибаюсь, водитель промазал по стеклу лобовому и камень попал именно в капот. А второй, именно большим кирпичом, силикатный кирпич это был, угодил прямо именно в лобовое стекло, которое осколки посыпались буквально даже на меня. В автобусе, говорит Константин, было много молодых ребят. Произошедшее их поначалу шокировало, но потом только добавило решимости. Этот кирпич, он перечеркнул просто все их надежды. Я потом увидел их глаза, которые, вот знаете, вот молодые люди, вот они вышли из автобуса, вот как, что, почему? Почему это происходит вообще у нас в стране? Почему? Это демократия называется? Мы боремся за демократическое государство? Кирпичом в лобовое стекло? Почему это происходит у нас? Вот поэтому мы и едем. Недоразумение и злость, потому что живем вроде 2013 год, 14 носу, независимая страна, а какой-то бандитизм, как в 90-х, ломают стекло и мы не доезжаем. Машина сопровождения, рассказывает Яна Титаренко, которая организовывает поездки, бросилась в погоню за хулиганьем, но те сдаваться не собирались и в прямом смысле начали бомбардировку. Нас начали забрасывать камнями прямо на ходу, то есть открывается задняя дверь и кидаются камни прямо, целятся в лобовые стекла. Водителю удалось увернуться, но мы их потеряли, как бы им удалось уйти. Милиция, приехавшая по вызову ребят, была не очень довольна происходящим. Сначала пыталась тянуть время, потом пообещала прислать следственную группу. Не дождавшись и ее, ребята сами поехали в отделение и написали заявление и пояснение. Это не просто так происходит. Вычисляют машины, наверное, прослушивают телефоны. Все это идет с подачи правящей партии, я в этом уверена, потому что только они заинтересованы в том, чтобы в воскресенье в Киеве было как можно меньше народу. Поэтому мы знаем, кто виновный, вернее, мы подозреваем, кто виновный в этой ситуации. Мы всеми силами будем добиваться того, чтобы виновные были наказаны. Случай утром 7 декабря не первый. Раньше уже такое происходило. Но и это не останавливало людей. Это не первый случай. Буквально две недели назад была точно такая же ситуация, но не разбили до конца. Стекло повредили, но ребята таки уехали. Тоже мы писали заявление, никаких реакций со стороны правоохранительных органов нет. Также нам разбили 40-местный автобус в городе Котовске. Он там остановился подобрать людей попутно. Разбили в Дребезге. Автобус никуда не уехал. Яма рассказывает. Несмотря на эту провокацию, часть автобусов сегодня все-таки уехала. Люди все равно будут ехать в столицу. Они нужны там. Там нужны собранные одесситами теплые вещи, продукты, медикаменты. А провокаторам, сколько бы их не было, людей не остановить. В Киев мы все равно доберемся. Слава богу, 8 из наших машин проскочило. Люди в Киев поедут. У людей, скажем так, испорчено настроение, но дух боевой. И я надеюсь, что все у нас в дальнейшем будет хорошо. Я хочу поехать помогать волонтерам в эти дни. Я хочу поехать помогать на кухне. Я уже пробовала так. Это очень здорово. Во-первых, это общение. Я очень люблю общаться. Мы можем общаться с очень большим количеством людей. Я хотел бы светлого будущего своим детям. Это прежде всего. Мы относимся к такому поколению уже, что, в принципе, может быть, не молодое, но и не старое. Но я очень хотел бы, чтобы мои дети жили лучше в этой стране. Люди возмущены, недоумевают и готовы к действиям. Анатолий Косин, Вячеслав Лаштаба, телекомпания «Круг». Ну вот вы знаете, после всего этого увиденного я понимаю, что противники Евромайдана будут пытаться остановить людей любыми способами. Но вот вы как считаете, возможно ли это? Возможно ли остановить, причем, такую массу людей, которые вышли отстаивать свои права, опять же, причем не за деньги, заметьте. Да, по зову там сердца, по зову совести. Я отвечу категорично. Нет. Мало того, это такая специфика людей, да, чем больше нас ущемляют, тем больше мы хотим вырваться. Это закон равновесия, даже в экологии есть такой закон равновесия. Тем больше давят, тем больше система возвращается в обратную сторону. Поэтому невозможно остановить. Мало того, если до какого-то определенного момента были люди неопределившиеся и были люди равнодушные, то видя вот все вот это, даже у самого, по-моему, равнодушного человека, где-то там в сердечке что-то ёкает, и человек начинает понимать, что все, что делается, делается не просто так. Поэтому я думаю, что всю силу, которую они направляют против нас, они получат её в сто раз в оборотку. Ну вот, если что, в сюжете показывали девчину нашу, Диситку Антоніну, вона молода людина, такий, але це музыкант. Вона, насколько я знаю, джазовый музыкант. Это, кстати, ответ тем скептикам, которые говорят, что там асоциальные люди. Так, да, то есть вполне... Наверное, людина такой мирной профессии, вот, подивися на её плечи, ну, зовсім мирная людина. И она, она обурилась, обурилась оцей несправедливостью. И теж, хоть, я вчера её бачил, там, мы с ней разговаривали в Киеве, вона была на наших вулицях. Мы бачили там Едуарда Йосифовича Гуровица, мы бачили Віталія Володимировича Ключко. Которые сами помогали ставить баррикады. Да, все разом ставили баррикады, там, на цих вулицях київських. Тобто, нічого не можу зробить. Мне очень понравилось, мы сидели в пункте приёма, вот, зашёл мужчина, очень такой статный, скажем так, хорошо одетый. Он с себя снял куртку, пуховик дорогой, снял перчатки, снял шапку, всё это оставил. Мы говорим, а как же вы, ну, как же вы дальше? Он говорит, а я на джипе. Мы посмотрели, действительно, там, за окном стоял хороший, там, дорогой джип. То есть, он говорит, у меня нет времени, вот это вот, оставил нам деньги, которые мы передали на Майдан, оставил вот эти вещи, на следующий день привёз огромное количество консервов всевозможных. То есть, ну, как в такой ситуации можно сказать, что это, там, асоциальные элементы? Ну, как можно говорить, когда люди, вот, что, что очень нравится, то, что люди разных прослоек заинтересованы, то, что люди разных прослоек участвуют. Ко мне сегодня приехала бабушка, она говорит, я живу за посёлком Котовского. Она на тележке привезла вязаные носки, она сама их вязала. И вот после этого есть люди, у которых поворачивается язык говорить про какие-то асоциальные элементы. В этой ситуации мне непонятна позиция представителей власти. Позиция, кстати, милиции. То есть, вот то, что мы видели в сюжете, если говорить о тех событиях 7 декабря, это было совершено преступление. То есть, машину забросали камнями, причём номера, я так понимаю, марка машины и номера были установлены. В чём проблема? Почему нет никаких действий со стороны правоохранительных органов? Ну, я вам скажу, что основное, вот с чем мне пришлось столкнуться их аргумент, это то, что нет заявлений от водителей. Ну, это чисто формальный предлог. Во-первых, это формально. Во-вторых, мы прекрасно понимаем, почему нет заявлений от водителей. Этим водителям большое, огромное спасибо за то, что, несмотря на прессинг со стороны властей и их, скажем так, ну вот автопарков, да, люди всё равно согласились ехать. Но мы их тоже можем понять, у них есть семьи. Сегодня он попадает, да, и завтра его увольняют с работы. У нас же власть даже предлогов не ищет. Ты ей не подходишь, она тебя выгоняет. Всё. Поэтому, но для милиции это, скажем так, ключевой момент. Нет заявлений от пострадавших, нет автобусов, нет дела соответственно. Ну, есть заявка от нас. Да, это можно классифицировать не только как ДТП, это фактично намагание нанести шкоду людям, которые ехали в машину. Сейчас в интернете есть информация, а было ли нападение? Ну да, это то, что я читала лично. А было ли нападение? Был ли факт? Может быть они сами? А, вот так вот. Да, да. Вы понимаете, находят машины после ДТП, если водители там текают в месте ДТП, даже по фрагментам фарбы, сбытое, по фрагментам поворотников, фарб, або подфарники, або там еще каких-то деталей автомобильных. А тут номер машины, колор машины, все есть. И не можно узнать свидетелей. Говорят, таких номеров нет. Милиция, конечно, таких номеров нет. Ясно. Понятно. Хотя, я же говорю... Но цены до чести милиции. Очень. Кстати, да. Мы обещали связь восстановить еще раз с Евромайданом в Киеве. Сейчас у нас на связи Игорь Христов, это активист политической партии «Удар» Виталия Кличко. Игорь, добрый вечер. Вы нас слышите? Да, добрый вечер. Игорь, мы связывались в начале программы с Евромайданом, узнавали там обстановку. Что сейчас происходит в Киеве на Майдане на заложенности? Какая ситуация, какая атмосфера, какая обстановка? Значит, обстановка сейчас на Майдане доброжелательная. Люди готовы стоять до конца. Мы действительно считаем, что нужно стоять до конца, потому что эти провокации от власти и его преступные действия можно победить только в людской солидарности. Сегодня стало известно, что в Киев были стянуты большие количества силовиков, то есть и милиция, и сотрудники внутренних войск, и другие силовые структуры. Каким-то образом это отразилось на ситуации на Майдане? Да, действительно, были стянуты большие силы, ну, внутренних войск, веков. Вот, была очень жесткая психологическая атака, которая билась через телевидение, через провокаторов, через разные системы массовой информации. Там же перекрыли метро. Центральные все станции метро были перекрыты долгое время. Это для того, чтобы киевляне не могли добраться на Майдан, и центр города не мог нормально, скажем так, ежить. Ну, вот, но, несмотря на это, мы все равно выставим, у нас хорошее настроение, у людей, скажем так, повышен, ну, все хорошо. Хорошо, спасибо большое. Витание от Одессы передай нашим одесситам, которые там находятся. Передавайте привет одесситам, и не только. Спасибо большое, с нами на связи был Игорь Христов, это активист политической партии «Удар» Виталия Кличко. Ну, вы знаете, то, что происходит сейчас в стране, это действительно политический кризис. То есть, из этой ситуации надо каким-то образом выходить в любом случае. Так ситуация не может оставаться длительное время в таком подвешенном состоянии. И лидеры оппозиции сформулировали, на самом деле, очень четкие требования представителям власти, в случае выполнения которых они готовы сесть за стол переговоров, они готовы к диалогу. Как вы считаете, вот насколько реалистичны, имеется в виду, конечно, для действующей власти, эти требования митингующих и об отставке правительства, и о досрочных выборах президента, и парламента, собственно говоря. Готова ли, как вы считаете, пойдет ли власть, готова ли власть пойти вот на такие жертвы с их стороны? Готова. 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 Идти на уступки, идти на диалог, садиться за стол переговоров и прислушаться к мнению народа. Знаете, мне кажется, что людей даже сейчас уже переговоры не сильно интересуют. Уже есть в интернете информация, что Янукович готов с ним зайти и поговорить. Завтра, небо, маю быть круглосил четырех президентов. Нарешті, два месяца, два тижня иде це протистояние, нарешті, значит, вырешили зібрати президента. Да, вообще такая ситуация, когда он улетает в Китай, да, в момент, в пик. Конечно, когда в стране происходят такие события. Нормальные президенты возвращаются, когда в стране что-то случается, останавливают там переговоры, останавливают свои делегации, возвращаются. А здесь все с точностью до набора. В Таиланде мы знаем, как развивались події. Я же хотел бы сказать, что... Да, если можно коротко, у нас совсем времени не осталось. Щодня в 18-й године біля Дюка відбувається зустріч з депутатами місцевих рівнів. И тому всі, кто, действительно, кто хочет отримать какую-то информацию про останнюю горячую полі, приходьте, там депутаты нас завжди чекают. Я хотел поговорить, конечно же, о Евромайдане, нашим Одесском, но, к сожалению... Или зараз не бывает, зараз там люди зибра не стоять. Біля 500 человек зараз. Для следующего эфира. Что ж, мне остается подвести только итоги нашего интерактивного голосования. Хочу напомнить, что сегодня мы вас спрашивали, что сегодня представляет наибольшую угрозу для Майдана. Три варианта ответа было традиционно. 17% телезрителей считают, что это погодные условия. 22% наших телезрителей считают, что это провокаторы и тетушки. И более половины, это большинство, 61%, считают, что ставка власти на силу. То есть, по мнению наших телезрителей, возможен, к сожалению, силовой сценарий. Что ж, спасибо большое вам, уважаемые гости, и вам, уважаемые телезрители. Наша программа подошла к концу. Всего вам доброго. До свидания.